Друзья, я вас приветствую на канале, а сложен он просто. Меня зовут Сергей, я сегодня хочу показать DOCFX, это такой генератор документации, причем не просто генератор, а очень продвинутый, в том смысле, что он может взять метаданные с вашего проекта и натянуть их на мануалную, то есть на документацию и соответственно вы можете ее дополнить, расширить, применить какие-то темы для вашей документации. В общем, я сейчас все покажу, давайте переключимся сначала в гитхаб, я вам покажу то, что у меня есть, а потом проделаем включение документации, то есть генерацию на конкретном примере. В очередной раз хочу напомнить, что для того, чтобы получить уведомления о новых видео, нужно подписаться на канал и поставить колокольчик, а также напоминаю, что мои существуют на Дзене и в общем-то ВКонтакте и по-моему даже на Руктубе есть, так что смотрите, ищите, подключайтесь, ну и там соответственно тоже комментируйте и все такое. Все, переключаемся, поехали. Ну, для начала давайте покажу, что у меня уже есть, у меня есть сборка называется Antiprocessor и здесь вот есть, так называемый, я покажу на настройках, есть пейджи, то есть вот эти гитхаб пейджи, которые в свою очередь дают возможность сделать следующее. Ну, то есть, если, допустим, открою, тоже покажу новую закладку и вот сюда перенесу, на самом деле, слово колобонга, то есть у меня пользователя, а здесь напишу IO, нажму Enter, то я попаду на документацию, это как раз те самые гитхаб пейджи, которые позволяют хранить вот такого рода информацию. На самом деле в гитхабе дохрена, что есть еще, может быть я еще покажу чуть попозже что-нибудь. Ну, что такое документация? Это мета-данные, собранные с вашего проекта, отображаемые вот в таком удобно читаемом виде, сами понимаете, что здесь есть, допустим, поиск и, в общем-то, перегрестные ссылки очень удобно. Если говорить про то, как это реализовано, то здесь, на самом деле, просто все. Для того, чтобы это сгенерировалось, есть несколько вариантов. Есть динамическая и статическая документация. DocFX позволяет делать статическую генерацию на основании тех данных, которые у вас есть. Ну и еще пример, например, как для примера могу показать Unit of Work. Здесь вот тоже есть тот самый гитхаб-пейш, он включенный. Вот так вот на него можно попасть. Ну или по образу подобию название автора перед гитхаб выносим, ИО и название продукта. В общем, вот такая вот штука как бы работает. Ну и надо сказать еще, что если, допустим, есть какой-нибудь проект, например, Operation Result, я тоже хочу из него сделать что-то вроде наподобие того, что я уже показал. То есть добавить документацию, я его загрузил. Вот он у меня, собственно говоря, существует. Здесь есть какие-то данные, в общем-то, описывающие так или иначе. Ну и будем из этой штуки делать документацию. Что для этого нужно? Ну, для начала нужно, наверное, все-таки установить этот самый фреймворк, этот инструмент. Для того, чтобы его найти, нужно написать docfx. Вот страница этого docfx. Я ссылку добавлю в описание. Давайте перейдем на Get Started. Ну и первым делом понятно, что нужно для установить. И для того, чтобы установить, можно воспользоваться одним из четырех способов. Я взял самый простой, который называется загрузить релизы и распаковать папку. И, собственно говоря, установить в среду переменную окружения, чтобы она ссылалась на эту папку. В общем-то, наверное, знаете, как это делается. Я взял версию 259.4. И, собственно, мы сейчас это проверим. Вот, если открыть документ. Так, я открою folder. Я открою терминал. Ну и, в общем-то, как-то вот так это все будет происходить. Смотрите, у меня сейчас docfx. Ну, это рано. Сделаем вершину. Для начала давайте посмотрим, где мы находимся. Мы находимся в корне папки. Я хочу выложить ее выше. Для этого мне нужно сделать st, еще раз st, ls. Вот, я хочу выложить ее в корневую папку моего проекта, чтобы рядом с SRC лежали docs. Для этого мне нужно эту папку сгенерировать. Но ее сгенерировать можно при помощи вот этого самого docfx. Ну и в данный момент я скажу, мне нужно и нет, и минус q. Это значит quiet, без каких-то дополнительных вопросов. Вот у меня появилась папка, которая называется docfxproject. И в ней, соответственно, ну давайте зайдем, посмотрим, у sd.docfxproject есть так называемый файл настройки, который называется docfx.json. И мне, теоретически, здесь можно пока ничего не делать, но я могу сделать следующее. Я могу сказать, давайте очистим экран, напишем docfx. Так, я нахожусь сейчас st в папке в корне моего проекта. для того, чтобы упустить. Ну смотрите, docfx.build он попросит указать непосредственно файл настроек, который нужно выполнить. Поэтому я зайду в docfx, где как раз находится этот файл. Вот он, docfx.json. Ну или можно было и из верхнего уровня указать его, соответственно, но не важно. Я теперь нажимаю, собственно говоря, build. И где-то здесь у меня есть папка. Давайте посмотрим, есть у меня еще что-то. Да, появился какой-то контент. Теперь, соответственно, я могу сказать docfx. и указать верхнюю уровню папки, где у меня лежит вот эти как раз документы. То есть, я находился внутри, чуть повыше будет docfx. Ну и вот, что сгенерировалось у меня, как вы видите, ничего. Наверное, я не правильно указал. Давайте это тоже закроем. Это тоже можно закрыть. Так, очистим экран. Сначала Ctrl-C. И проверим в настройках. Итак, смотрим. Docfx она нашла. Здесь у меня файл проектов. А, ну, смотрите, еще вот что я забыл сделать. Билд, он как бы строит проект. Еще есть мета. Дата. То есть, он построит. Вот как раз идет загрузка проектов. Вот как раз генерируется мета-данная из вашего проекта. Ну и теперь, соответственно, если серф сделаем. У меня здесь должны появиться. Нет, ничего не появилось. Ну, наверное, я все-таки где-то что-то промахнулся. Сейчас будем смотреть еще раз. Ctrl-C. Очистим проект и посмотрим в настройки. Так, ну, судя по настройкам, все верно. Давайте попробуем перегенерить. Или даже не просто перегенерить, а указать такой атрибут force. Ну, то есть, вообще сильно перегенерить. Теперь давайте попробуем еще раз запустить. О, сгенерировал. Смотрите, отлично. У меня теперь есть два проекта. Один из них тесты. Которые мне нафиг совсем как бы не нужны. Но это все от того, что я указал. Давайте закроем. Ctrl-C. Я в настройках указал. Взять все, что есть проекты. Давайте я укажу, что мне нужен непосредственно вот этот проект. Или даже вот так вот скажу. Копировать как путь. И вставить вот сюда. Вот мне тесты, как вы понимаете, не нужны. Я вот так вот срц заберу и сюда вставлю вот такую штуку. Вот. И теперь, собственно говоря, я могу тоже перегенерировать это все. Вот так вот. Вот. И теперь опять запустить сервер. Да, не обнаружилось. Так. И давайте перегенерим методату. Вот таким вот образом. Отлично. И теперь снова запустим. И теперь я здесь еще пока вижу два. Ну, наверное, не собрал весь проект. Давайте соберем весь. Еще раз. Еще раз. Методатура. Теперь build. Ну, а теперь сервер. Открываем. И у меня теперь один проект. Ну, и в общем-то то, собственно говоря, ради чего мы как бы сегодня собрались. Ну, и как это работает. Ну, для примера, опять же, допустим, вот есть у меня какой-то have object. Давайте вернемся в код. Вот он. Height object. AddDataMethod. И здесь вот AddDataMethod. И у него нет никакого описания. Давайте добавим. AddDataOperationResult. Какой-нибудь там. Type. Не знаю. Не важно. Пока мы не будем здесь задаваться вопросам. Я сохранил проект. Закрыл. И теперь мне нужно перегенерировать это все. Ctrl-C. Теоретически я могу сказать build. И снова запустить проект. И нажать F5. И здесь ничего не появилось. Ну, собственно говоря, да. Нужно делать методатабилд. Чтобы перезобрались как раз методанные с вашего проекта. А не потому что кэшируются на самом деле. И где этот кэш валяется я не нашел. Ну, теоретически вот как-то вот так вот должно быть. То есть если я сейчас нажму здесь F5. Так. F10. Никто там. Я выбирал. Моя методата. Ничего не поменялось. Наверное нужно. Может быть я не там это сделал. Нет. Ф. Филд. Ну, надо перезобрать проект. Потому что она работает. То есть система Доков.x работает на базе сгенерированных. На мой взгляд. Хотя нет. Она сама собирает проект. Ну, в общем, странная штука на самом деле. Давайте разберемся. почему это не работает еще раз собираем метод дату давайте напишем help и здесь у нас есть тоже force давайте поставим force потому что вот кэш как бы серьезная штука вот загружается реальный проект вот генерируется реальный мета данные вот а теперь теоретически я могу вот таким вот образом поступить так я не собрал а я не собрал заберем теперь запустим и документация ну и вот появилась информация в общем смотрите все на самом деле сильно пишите обращайте на это внимание то есть в крайнем случае через force можно пересобрать проект ну и что это дает на самом деле это дает ту самую часть которую можно будет теперь применить на соответственно на стороне github давайте закоммитим изменения так вообще пока свернуть здесь тоже можно свернуть так ну что ж я закоммитил изменения вместе с докфрекс вместе с доком в общем теперь у меня это есть где у нас тут гитхаб собственно вы видите что у меня теперь есть и докфрекс и докс и теперь нужно как-то включить эти самые страницы на самом деле делается очень просто открываем выбираем мастер выбираем допс нажимаем сохранить и вот здесь вот теперь в экшена быстренько пошел диплой вот видите в общем то что собственно говоря вкалывает робота и счастлив человек на мой взгляд это как раз явный пример того что все-таки да вкалывают давайте подождем пока закончится диплой в общем то здесь как раз все будет видно ну и как вы видите диплой состоялся я теоретически могу открыть информацию и в общем вот здесь у меня уже есть на той самой гитхаб пейдж который мне любезно сгенерировал тот самый гитхаб уже информация по моему собственно по моей сборке по моему проекту здесь можно включать и включать проекты здесь можно кстати ну давайте открою и коротко расскажу что еще может докфрекс смотрите во первых здесь есть пустые страницы вот например вот здесь да это статичная страница которую в своем своей документации можете написать там маркдаун используется вот здесь вот есть допустим корневые вот здесь вот тоже можно заменить то есть это можно добавлять расширять и собственно говоря вести и вот эту информацию из мета данных которые из проекта взял можно встроить в документацию она будет вот хорошим дополнением ну и еще надо сказать что докфрекс умеет генерировать и pdf файлы докфрекс может менять темы докфрекс на самом деле достаточно много плагинов которые могут так или иначе обработать ваш юай то есть ставить какие-то разного типа там видеоматериал или какие-то картинки с других сайтов какие-то другие объекты которые в хтмл но в хтмл вы обычно используете в общем мощная достаточно система но самое простое что она дает это то что у вас динамический контент который привязан к вашим мета данных то есть при изменении какого-то непосредственно объекта вашей системе в вашем коде написав какую-то документацию она автоматически попадет ну вот собственно сюда может быть там с кэшем придется побороться но тем не менее это возможно и вот это будет работать исключительно хорошо и красиво в том смысле что у вас есть ссылки на те объекты с которыми вы работаете какое-то вот описание может быть дополнительное или более того здесь подцепляется еще информация которая связана непосредственно самим языком то есть если у меня есть оперейшн резалт то наследник от object и это как бы вот все на самом деле прям красиво так друзья с вами на этом буду прощаться на изучение только фикса но вам собственно говоря карты в руки здесь на самом деле сам док фикс описано с тем самым как говорится фреймворком самим собой то есть вот есть империал описанный ну и есть еще куча всякой дополнительной информации которые тоже поможет вам сделать правильный красивый мануал вот я с вами действительно прощаюсь вам всего доброго и пишите правильный код а